Давайте сегодня порассуждаем, а что же будет в ближайшее время с нефтью. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Мы все понимаем, что в России уровень благосостояния во многом зависит от нефти, которая наша все. Потому что основной поток денег нам поступает из-за нефти, и в последнее время нефть очень здорово упала. Чего же нам ждать от рынка нефти в ближайшее время? Ну, вы знаете, что вроде как из-за коронавируса в середине января нефть начала падать, и она падала очень здорово. Почему? Потому что в последние годы появилось огромное предложение сланцевой нефти, которую начала производить Америка, и она постоянно наращивала объемы. А Америка не входит ни в ОПЕК, ни в ОПЕК+. И традиционно цены на нефть сдерживались ограничениями среди стран-членов ОПЕК. Но так как Америка не входила, ей это было на руку, и она наращивает беспрепятственно и любые сокращения членов ОПЕК шли на руку Америки. Америка захватывала долю рынка. И в конце концов, ну, это надоело. Прежде всего, Россия отказалась продлевать соглашение о сокращении добычи нефти. И вот разразился кризис на нефтяном рынке. Три основные страны, которые производили нефть, на первое место вышла Америка, на втором Россия и Саудовская Аравия. Но примерно все на одном уровне. Все остальное вместе взятое примерно столько же. Вот. И, ну, уже все. Должно было что-то случиться, и это случилось, тем на нефть начали падать. И когда Россия сначала в феврале пытались созвать в неочередное заседание ОПЕК+, Россия отказалась. В марте месяце Россия отказалась сокращать, и пошло бесконтрольное, значит, наращивание нефти. И к чему это привело? К тому, что цены на нефть закономерно просто обвалились. Давайте посмотрим, что произошло на графиках. Итак, вот смотрите. В начале 2020 года мы видим, что цены на нефть пошли падать. И вот здесь вот... Сейчас, секундочку. Вот здесь пытались собраться ОПЕК. Цены вроде начали расти, но Россия отказалась, и все пошло валиться. 6 марта Россия отказалась участвовать в сделке ОПЕК+, и цены обвалились дальше. К чему это должно было привести? К тому, что, ну, Америка-то отказывается сокращать добычу, и, ну, просто надо было им помочь, принять вот это вот решение о том, что, ну, как-то сократить добычу. Потому что, ну, американцы говорят, что они не могут просто сократить добычу, потому что, ну, вот у них так принципиально. Ну, значит, вот им надо было помочь это сделать. И вот здесь вот уже ниже, когда нефть стала опускаться ниже 25 долларов за баррель, тут уже понятно, что Америка, по-любому Америке придется сократить добычу нефти, потому что компании просто начнут разоряться, потому что сланцевая нефть по себестоимости намного выше, чем, скажем, нефть в России, и тем более выше, чем нефть в Саудовской Аравии. И поэтому, ну, значит, Трамп начал суетиться, созвали внеочередное заседание уже не просто ОПЕК, а ОПЕК плюс-плюс-плюс, потому что туда вошли все страны, которые не входили никогда в ОПЕК. И все вместе договорились о беспрецедентном сокращении нефти. Беспрецедентным. Такого не было. То есть, если раньше договаривались на полтора миллиона баррелей в сутки сократить, то сейчас договорились на 19, что ли, миллионов баррелей. То есть, ну, в 10 раз больше, потому что, ну, иначе был бы крах. Ну, в принципе, крах и случился, потому что 27 апреля дошло до того, что цена североамериканской нефти WTI на момент экспирации достигла отрицательных значений. Ну, это вообще неслыханно было. Ну, правда, это было просто из-за того, что экспирация, ну, понятно, что нефть столько не должна стоить. Ну, давайте перейдем сейчас к текущему моменту. Смотрите, в результате сейчас уже май месяц, и сокращение начало действовать. Цены на нефть слегка поднялись. Они поднялись до 30 долларов за баррель. Даже до 32 поднимались. И в результате начали топтаться вот здесь. Но есть второй фактор. То есть, да, добыча нефти очень сильно сократилась. И, ну, Трамп кричал, что если не сократить, то американские компании разорятся, поэтому сократили добычу. Но беспрецедентное было сокращение добычи. Но есть второй фактор. И третий. Еще два фактора. Сейчас коронавирус. Сейчас многие предприятия промышленные закрыты. Транспортные потоки остановлены. И спрос на топливо очень здорово упал. В разы. Это первый фактор. И второй фактор. Но в связи с падением цен на нефть, агрессивно нефть покупалась по низким ценам. И в результате все хранилища, нефтехранилища, заполнены и переполнены. И она просто, ну, ее просто негде хранить в таких количествах. Если бы ее не сократили, она бы сократилась сама до нуля. Поэтому, ну, здесь неслыханное просто единодушие было, что надо сокращать. Все договорились внезапно. Вот. Что происходит сейчас? Смотрите. Нефть стабилизировалась в районе 30 долларов за баррель. И куда она пойдет дальше? Давайте увеличим масштаб графика или уменьшим. Вот. Здесь дневной. Смотрите. Вот она падала сюда. Потом приподнялась. Упала еще. Потом сюда. Куда пойдет нефть дальше? Дальше. Смотрите. Есть очень большое опасение в том, что нефть долбанется еще до 20 долларов за баррель. И вот, ну, вот по виду графика, вот, вот, смотрите, вот, вот так вот. Если проведем линию, вот так вот, да? Ну, вот она, сейчас она, ну, как бы в потолок стучится. Пробьет она потолок или нет? Я подозреваю, что нет. И вот здесь вот график, да? То есть она пойдет, ну, где-то в район 20 долларов. Давайте посмотрим, что у нас показывает терминал КВИК. Вот нефть. И давайте посмотрим на... Ну, здесь фьючерсы, они не такие длинные, так сказать, они месячные. Поэтому, ну, вот четырехчасовой фьючерс. Нет, давайте все-таки дневной фьючерс попробовать, сказать, дневной график. Вот он, тот же самый график. Вот нефть падала, потом поднималась, потом снова падала. Она падала, минимум был, минимум, сейчас скажу. 16,57 долларов за баррель. Это нефть марки Brent. И вот она пошла подниматься. Ну, здесь... Какой? Майский сейчас у меня фьючерс. Поэтому здесь-то был еще апрельский. А, нет, здесь был майский. Сейчас июньский идет. Вот, поэтому здесь вот, ну, как на этот график можно смотреть с призмы того, что фьючерсы-то меняются, а есть так называемая контанга. Вот, вы видите, что здесь два графика. Вот, это следующий график уже. Контанга сейчас практически сравнялась с нулем. И все говорит о том, что нефта упадет. И вот я вывел специально график вот такой. Посмотрите. Вот он, очень характерный дневной график. И вот здесь вот снизу, посмотрите, какой красивый график снизу. Это Уильям Спарсон Трэндж. Смотрите. Когда волатильность низкая, он говорит о том, что нефть куда-то рванет. Если низкая волатильность и ниже, чем вот эта красная линия, то, в принципе, это говорит о том, что нефть, ну, стремится вырасти. То есть пытается вырасти вверх. И вот она пересекает и пошла вверх. Вот здесь, смотрите, нефть действительно пошла вверх. А потом она пересекла верхнюю линию и рванула вниз. Смотрите. Вот она вниз рванула до сих пор. Дальше волатильность снова снизилась. И она пытается подняться, но не может. Дальше снова пробила и пошла вверх. И вот она. То есть это вот она, ну, как бы пробой. И пошла вверх. Подержалась сверху, снова пошла вниз. Вот он. Посмотрите, как четко вот на данном этапе Уильямс Персон Трейндж показывает поведение нефти. И вот недавно она пробила вверх. Вот отсюда надо было ее покупать и сюда везти. Куда она пошла? Куда нефть намылилась? Она намылилась вниз, ребята. И вот, ну, здесь вот достаточно хорошо видно, что, ну, пойдет она вниз. До 20 дойдет или нет, я не знаю. Вот. Что у меня с нефтью, со стратегией? Вот, посмотрите. Вот она, бренд. И давайте посмотрим. Сейчас нефть на уровне 30 долларов за баррель. Смотрим сюда. Вот 31. Я сдвигаю график. Вот, сейчас 30 долларов за баррель. Когда она была 31-32 доллара за баррель, я продавал опционы ПУД. Вот они. И у меня были проданы опционы ПУД. Да вот же я могу сказать. А, нет, опционы КОЛ я продавал. Вот, у меня проданы 27 опционов КОЛ со страйком 32 и 64 на данный момент опциона КОЛ проданы со страйком 31. И если нефть продержится на текущих значениях, это принесет мне 50 тысяч рублей к моменту экспирации, то есть к 26 мая. Скажу честно, у меня вот этих вот опционов КОЛ было продано на сегодняшнее утро 81. И вот эта вот планочка была на уровне 100 тысяч рублей. Но я решил выкупить 20 опционов КОЛ. У меня, то есть, был намного выше график, но он был намного острее. Почему я это сделал? Потому что если нефть устремится в район 20 долларов за баррель, то у меня убытки резко бы стали, вернее, прибыль резко бы начала сокращаться и ушла бы в зону убытков. Поэтому я зафиксировал то положение на уровне лучше 50 тысяч, лучше синица в руке, чем журавль в небе. До 50 тысяч прибыли сейчас. И я закупил опционы ПУД. У меня куплено 22 опциона ПУД со страйком 26. То есть, если цена опустится до уровня 26 долларов за баррель, то моя прибыль снизится, ну, вроде как, если я ничего не изменю, моя прибыль снизится до 20 тысяч рублей. И у меня куплены опционы ПУД с 20 страйком. То есть, и дальше она пойдет немножечко, моя прибыль расти. Но это вот верхний график, это то, что будет на момент экспирации опциона, на 26 число. А все-то познается в процессе, а в процессе вот она, красная линия текущая. Если цена будет опускаться, то моя прибыль увеличивается. И я ее буду держать до тех пор, пока цена на нефть, вот она опустится до 20, скажем, и пойдет вверх. Так вот, на 20 долларах я ее, вот она пойдет вверх, 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 вот сюда. И здесь я их продам, вот эти опционы ПУД. И в результате у меня скакнет, там, прибыль до 100 тысяч. Ну, если вы не поняли, о чем речь, то речь идет об опционах, конечно. Потому что вот так я пользуюсь опционной стратегией. Вот она и опционная стратегия. Все исключительно на опционах. Теперь давайте еще раз посмотрим сюда, а что будет, если нефть не пойдет вниз. Ну, не пойдет и не пойдет. Вот куда бы она ни ходила, вот в этом диапазоне, моя прибыль останется плюс 50 тысяч рублей. Я могу спокойно просто вот ничего не делать и все. А могу увеличить прибыль, но для этого надо следить. То есть, смотрите, если нефть не поднимется выше, чем 31 доллар за баррель, то моя прибыль сохранится на уровне 50 тысяч рублей. Если она поднимется выше, да, у меня будет сокращаться. Но только тогда и только тогда, понимаете, только тогда мне надо беспокоиться. Что можно сделать? Просто поставить стоп-заявку и все. И можно не париться. Теперь еще один момент. А сколько же денег у меня всего вложено? А вложено у меня денег туда 100 тысяч рублей. Вот это главное. А теперь смотрим. 100 тысяч рублей вложено, а прибыль 50. За месяц. 50 процентов. Вот что такое опционные стратегии. И смотрите, если нефть колеблется, вот давайте посмотрим, где ноль. Нулевая прибыль. Если я ничего не буду делать, нулевая прибыль у меня будет, если нефть 32 доллара за баррель. Ну, а если нефть будет падать, куда бы она ни упала, я в прибыли. То есть, мне не важно, куда нефть упадет. Вот чем больше упадет, тем больше прибыли у меня будет. И я буду управлять этим, естественно. Но мне для этого не нужно постоянно сидеть за компьютером. Раз в день. Можно сесть и все. Но надо сказать, что я немножечко агрессивно веду себя здесь, на рынке. Поэтому нужно иметь все-таки денежки про запас. Не надо гнаться за 50 процентами в месяц. Но 10-15 процентов в месяц вполне можно делать на опционах. Как это делается? Опционные стратегии. Курс по опционам. Ребята, записывайтесь. Курс по опционам доступен. И уже люди прошли. И что самое интересное, есть поддержка. То есть, мы все включаемся в общий чат. И там я продолжаю рассказывать о том, что я делаю учение. Обучение продолжается там. Но для того, чтобы туда попасть, надо, конечно же, в курс по опционам приобрести. Вот такое дело. Но оно того стоит, ребята, посмотрите. Всего 100 тысяч рублей прибыль 50. Окупается за месяц. Думайте, гадайте. Ну, а я вам рассказал вот свои мысли на ближайшее время, то есть до конца этого месяца по нефти. Я думаю, что она еще сходит до уровня, ну, по крайней мере, 24 доллара за баррель точно. Ну, а согласны вы или нет, напишите, пожалуйста. Вот она. Продолжение следует...